Всем привет друзья, с вами Фил и в этом видео я расскажу вам про лучшие снайперки Call of Duty Warzone. Усаживайтесь поудобнее, погнали! Начать предлагаю с небольшого введения. Думаю все вы знаете, что снайперки это по сути самые мощные пушки в игре. Они позволяют запросто ваншотнуть врага и так как стрельба в Call of Duty приближена к реальности, мощность оружия всегда соответствует силе отдачи. Поэтому если не хотите, чтобы ваш прицел улетал вверх после каждого выстрела, рекомендую по возможности стрелять от упора. Особенно если в ваши руки попала скорострельная снайперка типа Драгунова. Стандартный прицел для всех снайперок в игре 8Х. В принципе как по мне он довольно универсальный, однако если планируете вести огонь в каких-нибудь населенных пунктах на средних дистанциях, я бы все-таки взял прицельчик поменьше, или вообще отказался от снайперки в пользу автомата. Хотя тут конечно стоит понимать, что игра со снайперкой это безусловно особый геймплей, который требует от вас выбора наилучших позиций, а в идеале еще и грамотного прикрытия тиммейтами. Ну для соло гейминга достаточно конечно просто хорошей позиции и особой внимательности. И еще один очень важный момент, который возможно все знают, но лучше лишний раз скажу. Снайпера в варзоне может выдать отблеск оптического прицела. Он довольно яркий, ибо не у вас быстро могут заметить враги. Ну и собственно вы можете заметить врага, если он играет со снайперкой против вас. Так, с базовыми вещами разобрались, давайте к самим снайперкам. Первое. АХ-50. Эта снайперка обладает довольно высокой скорострельностью, за счет чего позволяет вести активную игру с постоянной сменой позиций. В голову данная винтовка наносит 250 единиц урона, что всегда достаточно, чтобы отправить врага на тот свет. Попадание в тело наносит немного меньше, 112 единиц, что в принципе хватит, чтобы убить чувака без брони, но если он в броне, придется стрелять дважды. Выстрел в район пояса наносит примерно 102 единицы урона, ну и при попадании в какую-нибудь конечность урон 91 единица. В магазин данной снайперки помещается всего 5 патронов. Перезарядка занимает примерно 4,1 секунду. Скорость прицеливания 293 миллисекунды. Скорострельность 40 выстрелов в минуту. Открывается AX50 на 37 уровне. По обвесам советую подбирать то, что нравится лично вам, поэтому не буду настаивать на конкретной сборке, но одну из, как мне кажется, довольно универсальных, покажу. Это термальная оптика, тактический лазер, дульный тормоз, 32-дюймовый штатный ствол и тыльная часть Singward Arms Sniper Profi. Вторая снайпа HDR. Ее крутость в высокой скорости полета пули, так как благодаря данной характеристике HDR очень эффективна при стрельбе на дальние дистанции и способна без потери убойной силы поражать врагов на большом расстоянии. Плюс на дистанции до 250 метров ваши пули будут лететь ровно в центр прицела, что также очень удобно. Конечно, есть у данной снайперки и свои отрицательные черты, HDR обладает довольно низкой скорострельностью и очень большой отдачей, из-за чего не совсем удобно при стрельбе на относительно небольших дистанциях, особенно когда у врага есть большое количество укрытий. Урон HDR абсолютно одинаков с AX50. 250 голова, 112 тела, 102 область в районе пояса и конечности 91. В магазин помещается также 5 патронов, но вот их перезарядка занимает чуть больше времени, 4,4 секунды. Скорость прицеливания 300 миллисекунд, ну и скорострельность всего лишь 31 выстрел в минуту. Кстати, еще одним плюсом HDR является то, что открывается он на 11 уровне, что соответственно позволит вам раньше нашпиговать его разными обвесами и привыкнуть к нему. По обвесам, опять же не буду утверждать, что предполагаемый мной вариант абсолютно верный, как и в предыдущем случае, я просто считаю, что он довольно универсальный и вы можете его попробовать. Стандартная оптика, дульный тормоз, ствол профи на 26,9 дюймов, таз чемпион тыльная часть и увеличенный магазин на 9 пулек. Третья, последняя снайпа в моей подборке, кар 98к, ну или просто коряк. Это, пожалуй, самая универсальная и хорошо сбалансированная снайперка. Несмотря на свою очень высокую скорострельность, у нее довольно низкая отдача и время перезарядки, что позволяет комфортно работать не только на дальних, но и на довольно близких дистанциях, выцеливая врага, перебегающего между своих укрытий. Но удобство использования, конечно же, балансится более низким уроном. В голову коряк наносит 172 единицы урона, в тело 154, поясы конечностей одинаково по 86 единиц. Скорострельность 36 выстрелов в минуту, в обойме также 5 патронов, но вот время перезарядки всего лишь 2 секунды. Скорость прицеливания 367 миллисекунд. Ну и давайте снова рекомендуемые обвесы. Прицел разведчика, дульный тормоз, ствол сингвард на 25,1 дюйм, снайперская накладка, ствол на тыльную часть и зернистое покрытие на заднюю рукоять. Открывается коряк на 33 уровне, что тоже не так уж и быстро. И на этом все, вот такой вот субъективный топ 3 снайперок в Call of Duty Warzone. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, если видео вам понравилось. Обязательно подписывайтесь на канал. Удачи, друзья, и пока-пока.